Галилей резко улучшил их качество в 10 раз. И с тех пор каждый ученый знает, возьми готовый прибор, улучши любую его характеристику на порядок, и ты станешь великим ученым, то есть сделаешь интереснейшее открытие. А Галилей это и сделал. Он из простой зрительной трубки соорудил научный инструмент, просто улучшив его характеристики примерно в 10 раз. От трех 30-ти красного увеличения перешел, и сразу перед ним новый мир открылся. В течение трех столетий этим путем шли все телескопы-строители и делали все более крупные-крупные-крупные телескопы, чтобы, во-первых, диаметр объектива был как можно больше, то есть собрать побольше света слабого и идущего из космоса, во-вторых, увеличение сделать. В конце 19 века телескопы типа Галилеевского, то есть с линзовым объективом, достигли своего предела, и дальше двигаться не могли. Линза стала такая тяжелая. Вот объектив одного из двух крупнейших в мире телескопов, Лигская обсерватория. Оба они, кстати, в США. Лигская обсерватория и Еркская обсерватория, такие гигантские рефракторы имеют. А она весит, ну, двухлинзовый объектив, весит около тонны, и уже под собственным весом стекло начинает прогибаться, потому что держать линзу мы можем только по краешку. Тут подпереть ее нельзя, иначе она непрозрачной становится. И держа ее за край, мы позволяем линзе под собственным весом прогибаться, она теряет оптические свойства. С тех пор более крупных телескопов такого типа никто не создавал. Были попытки, но неудачные. Может быть, когда-то найдется материал прозрачный, более твердый или более легкий, чем стекло, тогда эволюция таких телескопов продолжится. А вот уже сто лет она стоит на месте. Ну, к счастью, Ньютон в принципиально новую конструкцию предложил телескоп-рефлектор. Первый из них он сделал своими руками. Вот этот, который в Англии до сих пор хранится, в Королевском астрономическом обществе, маленький. Вот я в руках держу точную копию его, сделанную у нас. Кстати, работникам планетария, вот копию за небольшие очень деньги можно купить. Делает ее Новосибирский оптико-механический завод. Точная копия, просто реплика первого телескопа-рефлектора, сделанного руками Ньютона. Они это делают небольшими сериями, продают. Мне подарили, когда я там был в гостях. Вот что сделал Ньютон. И за это был принят в Английскую Академию наук в Королевское общество. И его карьера, великого физика, с этого началась. Сегодня мы имеем фактически два принципиально разных вида телескопов. С объективом из стекла и с объективом зеркального. Рефлекторы, рефракторы. Ну и некая совмещенная конструкция, которая и зеркало, и линзу содержит. Зеркало, линза, корректирующее изображение, созданное зеркало. А это такой вот зеркально-линзовый вариант. Его в середине 20 века изобрели. Других вариантов нет. И все три используют и профессионалы, и любители. Сейчас все это можно купить. Ну, это сравнительно дорогой, но качественный. А эти, в общем, дешевые, всем доступные. А теперь по поводу приемников света. Нам надо не только создать изображение, нам его зафиксировать надо. Документ создать. Эту картинку получить, потом ее изучать. Светоприемник, всем известный, это наш глаз. Вот кусочек звездного неба. А кто не узнал этот кусочек? Ну, я понимаю, есть люди, которые хорошо знают небо. Ну, в общем, кто-то не... Какое это созвездие? Торик-живон. Ну, вот те, кто знает, сразу сказать. Понятно. Ладно. Это кусочек зимнего небосвода. Здесь все звезды, которые видны невооруженным глазом нормальным человеком. Больше мы не видим. Кроме нас, есть животные более чувствительные к свету, особенно к слабому ночному свету. И вот если на этот же кусочек неба посмотрит какой-нибудь ночной хищник, скажем, сова, он увидит вот такую картину. Я надеюсь. Ну, я прочитал, какой чувствительностью обладает глаз совы и сделал этот слайд. Но это максимум. Уже более чувствительных сетчаток не существует. А мы имеем возможность усилить свойства своего глаза с помощью телескопа. Берем нормальный, такой, средний уровень телескоп, наводим его вот на это место. Делаем фотографию и видим гораздо больше, чем любой глаз. То есть видим уже разреженное вещество, газ межзвездный, нагретый, светящийся. То, чего, конечно, никто глазом не увидит. Но это не предел. Берем самый хороший телескоп нынешнего века. Наводим его вот на этот, казалось бы, беззвездный участок неба. Ну, там, 2-3 звезды вроде видны. И получаем фотографию. Вот это уже, пожалуй, предел того, что сегодня могут телескопы. Тут практически до 28-й звездной величины. А наземные телескопы более зоркие пока еще не созданы. Но мы видим, что с ростом размеров объектива, с ростом площади объектива, собирающей слабый свет, объектов на фотографии становится все больше. Потому что далекие звезды видны, далекие галактики. Ну, тут звезды в основном кусочек млечного пути. Так что есть смысл и к этому астроному стремятся строить как можно более крупные инструменты. Тогда они становятся более дальнобойными, дальнозоркими. Крупные стали создавать в середине 19-го века. Вот прорыв в этом смысле осуществил любитель астрономии Лорд Рос. Ну, любитель, но он, конечно, имел финансовую возможность и большое желание этим заниматься. Создал первый гигантский телескоп почти двухметрового диаметра. Тогда еще не было культуры создавать механику вокруг телескопа. Вот трубу он создал, зеркало металлическое, тут довольно приличного качества было. А как направлять этот инструмент на небо, как менять его ориентацию, тогда не совсем понимали. Видите, какое громоздкое сооружение, вокруг него канатики всякие, подпорочки. Трубу передвигали рывками. Астроном ходил вот по этой площадке, потому что труба должна была наклоняться туда-сюда. И вот здесь располагался окуляр, куда он смотрел. Ну, для визуальных наблюдений это не особенно страшно. Вы глазом смотрите, небо движется, объект у вас в поле зрения проплывает. Ну, глаз за ним может следить, поворачиваясь. И это небольшая беда. Фактически такой же инструмент у нас в последние десятилетия летает на орбите. Это телескоп Хаббл. Он такого же почти двухметрового диаметра. Труба очень похожа. Но, конечно, современные технологии сделали его гораздо более зорким, чем те наземные, которые мы имели раньше. Конструкция телескопа и башни. Башней мы называем то помещение, где находится телескоп. Часто говорят про него обсерватория. Это не совсем так. Обсерватория – это научное учреждение, где может быть много помещений, много инструментов, сотрудников. А конкретно тот домик, ну, обычного с полусферической крышей, где живет телескоп, мы называем башню. Они, как правило, все-таки круглые, вытянутые, похожи на башню. Классический телескоп с классическим куполом над ним. Это, кстати, крупнейший в мире рефрактор Яркская обсерватория на севере Соединенных Штатов. Озеро Вичиган. Он не самый эффективный. Плохое место для его установки выбрали. Но самый крупный. С диаметром объектива чуть больше одного метра. Более крупных нет. Вот мы привыкли к такому виду и самого телескопа, и конструкции. Ее называют монтировка, на которой он находится, оси, которые позволяют поворачиваться телескопу в любую точку неба и медленно движут его, отслеживая движение звезд. Ну и купол с щелью, в которой он выглядывает на небо. Эта конструкция, классическая, родилась вместе с рождением фотографии. Появилась фотоэмульсия, фотопластинка, и стало возможным фиксировать свет слабых звезд, недоступных человеку. Но это же вызвало необходимость медленно перемещать трубу телескопов, длительное время и очень точно отслеживая движение небосвода. Иначе на фотографии все смажется. Поэтому появилась система осей, две оси у любой монтировки. Ось склонения, ось прямого восхождения. Они взаимно перпендикулярны, и можно в любую точку направить телескоп. Причем одна из осей, как правило, параллельно оси вращения Земли, и когда Земля вращается в одну сторону, телескоп вращается с такой же скоростью, противоположной, чтобы он все время смотрел на одну и ту же площадку неба. И часовой механизм. В 19 веке это механический был. Кстати, у нас тут на здании есть телескоп, который до сих пор работает вот от такого механического с регулятором УАТА. Кто-то еще помнит школьную физику? Кто-то еще ее помнит? Что такое регулятор УАТА? Вообще-то в учебнике физики это есть. Боровые машины работали. С ним УАТ, который ВАТ. Вот здесь такая система маятников. Регулятор УАТА. Так вот, может на него посмотреть, если есть желание. Как это выглядело в 19 веке у нас до сих пор. Работает, кстати, очень эффективно. Ну а привод, то есть источник энергии, раньше это была пружина. Ныне это электромоторы, конечно, используются. Но у нас до сих пор, как в 19 веке, тяжелый груз, как вот в мае, в этих часах с кукушкой. Работает без ухаризма. Даже если нет электричества. Разного типа бывают монтировки в зависимости от массы телескопа. Любительские, небольшие, они выглядят вот так, сравнительно простые. Но чем крупнее телескоп, тем больше его вес, больше нагрузка приходится на оси. А они должны быть идеально сориентированы относительно оси вращения Земли. Поэтому уже крупные телескопы ставят на более устойчивые монтировки, где ось на двух концах закреплена, на долбах. А иногда это вообще удивительное сооружение. А чтобы вращение мягко, гладко происходило, то фактически вот здесь не подшипники. В этих местах, где ось вращается, здесь такие небольшие, как сказать, аквариумы с машинным маслом. И концы оси плавают в масле под большим давлением. Фактически телескоп плавает в масляных подшипниках, не испытывая вообще никакого трения. Вы можете подойти, ну вот один из гигантских 5-метрового диаметра зеркала, американский телескоп. Весит он примерно 1000 тонн. Вы подходите и рукой его поворачиваете. Без особого напряжения. Потому что никакого сопротивления масло не оказывает. Это не подшипники качения. У нас тоже самое на 6-метровом телескопе. Ну, а обычно людям, которые уже в курсе телескопостроения, я показываю эту таблицу, чтобы отметить, как в течение 20-го века менялась идеология строительства. Вот 5 поколений телескопов сменилось. С начала 20-го века до самого его конца. Менялось все. Материал, из которого объектив делают. В 19-м веке это был металл, специальный смесь меди с разными присадками. Потом было стекло, потом стеклокерамика. Сегодня вообще диапазон материалов разный. Металлы разные, и керамические стекла. Форма зеркала менялась. Тип монтировки менялся. Форма башни даже вот этого помещения. Оказалось, что очень сильно зависит четкость изображения, которую дает телескоп, от условий, в которых он работает. Как дует ветер, есть ли тепловые потоки, конвекция воздуха над ним. Поэтому башни сильно менялись. Место установки, об этом мы поговорим. Сначала телескопы просто в столичных городах ставили, теперь в горах. Самое последнее время на островах, в океане ставили. Так что менялось многое. Ну и последнее поколение, это, конечно, космические телескопы. В середине 20 века американские инженеры создали телескоп с диаметром рефлектора. Все крупные телескопы рефлектора. С диаметром зеркала, оно вот тут его не видно, в нижней части, 5 метров. Тогда это было просто фантастическое достижение. И когда я читал статьи и книги тех лет, то инженеры признавались, что они, так сказать, выжили все из материалов, из конструкции. И, видимо, этот телескоп станет окончанием эволюции телескопов-рефлекторов. Как рефракторы в конце 19 века замерли в своем росте, так, вероятно, этот навсегда останется самым крупным, потому что уже ни металл не выдерживает. Видите, какие толстые конструкции этих труб. Вот здесь люди внутри ходят, там лаборатории. Телескоп настолько велик, что астроном не рядом с ним работает, а внутри него здесь лаборатории. А наблюдатель сидит вот тут, на вершине телескопа, вот в этой кабине главного фокуса, где зеркало, расположенное снизу, создает изображение. И там сидит человек, вот, видите, спина. Это великая спина. Это Хаббл, тот самый Эдвин Хаббл, на старости лет. Получил возможность немножко поработать на этом гигантском телескопе. Зеркало под ним, он на высоте 25 метров, примерно, над ним. Вот всю ночь он сидит в этой кабине. Здесь изображение получается. Он меняет фотопластинки, экспонированную убирает, чистою ставит, и управляет движением телескопа. Все это в абсолютной темноте, конечно, происходит. Все на ощупь и в абсолютном холоде. Телескоп работает в горах. Зимой там вообще страшно, а даже летом в горах тоже холодно. Человек обогревать там нельзя, иначе будет теплый воздух подниматься, и начнет дрожать изображение. И вот так, там, 8, иногда 10 часов в зимние ночи вы сидите в холодной кабине в абсолютной темноте. Памперсов тогда еще не изобрели. Были проблемы. Довольно большие у наблюдателей. Ну, я как-то миновал это поколение, от моих учителей в таких условиях работали. Сегодня уже не так. Сегодня электроника позволяет управлять телескопом издалека, с любого расстояния. Инструмент находится в башне, где-нибудь в оптимальных условиях. А люди сидят, ну, в лучшем случае тут, а иногда даже в другом городе или на другом континенте по интернету управляют работой телескопа. Хотя редко это бывает, на самом деле. Предпочитают наблюдатели быть поближе к инструменту. Мало ли там чего. Вдруг не так. Но, конечно, не под куполом. Потому что присутствие человека, даже тепло, которое от вашего тела поднимается, оно уже влияет на качество изображения. Оттуда уходят все. Телескоп работает сам по себе, но вы им управляете. Теперь это уже не один человек, а два-три инженера и один-два наблюдателя-астронома. То есть всегда командная работа происходит. Главная часть любого телескопа – это его объектив. Сегодня это зеркало, зеркальный объектив. Вот так оно выглядит в процессе изготовления. По первоначалу считалось, что чтобы эта стеклянная штуковина не теряла форму, а телескоп поворачивается, зеркало то в таком положении, то в таком гнутии. По-разному происходят нагрузки разные. Надо делать его максимально жестким. А значит толстым. Вот диск стеклянный 3 метра диаметром, диск, видите, какой толщины. Ну, значит, он очень тяжелый будет. Значит, надо конструкцию телескопа очень прочную, большую делать. Как его облегчить? Вынимают с внутренней стороны излишки стекла. Вот эти вот соты, похожие на пчелиные соты выемки, они фактически две трети стекла из этой массы, этого диска удаляют. Остаются только перемычки, сообщающие диску жесткость. Ну, а поверхность, конечно, остается гладкой, ей придают параболоидную форму, потом покрывают слоем алюминия, и она становится зеркальной. Но все равно, посмотрите, какая огромная толщина. И, соответственно, вес. Вот 5-метровое зеркало американского телескопа. В Калифорнии работает на обсерватории Маунт-Паламар. Называется Паламарский рефлектор. Тоже сотовая конструкция, сплошное монолитное зеркало, но такой формы, чтобы облегчить его вес. Оно весит 16 тонн с небольшим. Даже в таком вот облегченном состоянии все равно 16 тонн. Еще до покрытия алюминием, конечно, покрыли, оно зеркальную поверхность приобрело. Ну вот, этот гигантский Паламарский рефлектор довольно долго оставался крупнейшим в мире. Его в 1949 году закончили, после войны, и до 1975 примерно года он был крупнейшим. Ну а тогда в Советском Союзе во всем пытались превзойти американцев, и решили превзойти и в этом, и сделать самый крупный у нас. И сделали не 5, а 6 метров диаметром зеркала. Зеркало не такой продвинутой технологии, как у американцев. Оно не сотовое, не облегченное, а сплошной диск. Поэтому, хотя он всего на метр больше в диаметре, а весит он в три раза больше, 42 тонны, весит только стеклянное зеркало. Но конструкция телескопа принципиально иная. Посмотрите, насколько легче он даже выглядит. Вот американский 5-метровый, выгромождение железа. Труба телескопа вот здесь. Конечно, труба не сплошная, это такая ферменная конструкция. Зеркало вот тут. Это наш 6-метровый, который на Северном Кавказе, вот уже 40 лет работает, прекрасно работает. А здесь иного типа монтировка. Вращение Земли компенсируется вращением телескопа не вокруг одной наклоненной оси, как вот тут, наклоненной, так же, как ось вращения Земли, а вращением вокруг двух осей, горизонтальной и вертикальной. То есть, площадка вот эта вращается по азимуту, и ось горизонтальная позволяет телескопу по высоте менять направление. Это резко облегчило конструкцию, но вынудило астрономов использовать компьютеры. Впервые были использованы компьютеры для управления, потому что надо по двум осям с переменной скоростью вращать, и тут уже простой механикой не обойдешься. Тогда впервые именно у нас было реализовано компьютерное управление телескопами, позволило превзойти американские. В течение 20 лет этот был крупнейшим в мире. Так о вращении поля там компенсируется? Еще, но об этом я решил не рассказывать, да, конечно. При такой монтировке еще и изображение в поле зрения телескопа поворачивается. Значит, фотоаппарат, который там находится, или спектрограф, что угодно, еще и его надо поворачивать. То есть третье вращение, естественно, компенсируется. Он до сих пор хорош в смысле механики, можно сказать, идеальный. Вот здесь люди, а вот здесь лифты. Человек заходит, тут дверцы, с другой стороны тут дверцы есть, и там лифт поднимает человека вот сюда на площадку, либо на вторую площадку, где приборы, спектрографы расположены. В общем, гигантское сооружение. Просто потрясает, когда рядом с ним находишься. В чем недостаток вот этой конструкции? С ростом диаметра зеркала растет длина трубы телескопа. А значит, башню, купол ее нужно делать все более и более крупными. И это страшно удорожает строительство. Например, купол вот этой вот башни весит тысячу тонн. Он многослойный. Внутри него там лестница, гулять можно, комнаты, в общем, это сооружение страшное. Очень дорого. Хочется диаметр объектива большим сделать, а длину телескопа поменьше. Чтобы домик был поменьше и подешевле. Так научились сегодня строить телескопы. Вот современный, диаметром 8 метров, а при этом длина его меньше, чем у нашего 6-метрового. При этом возникают некоторые проблемы с оптикой, но их можно лишить. Компенсаторы всякие ставят. Вот современный телескоп-рефлеп, толстый, но короткий. Но обратите внимание, монтировка уже после... Вот наш телескоп, это просто начало новой эры. Все остальные в мире гигантские телескопы строят так же. Вращение по азимуту, вращение по высоте. Альт-азимутальная монтировка. Альт-это высота, азимута-это азимут. Мы сейчас в институте тоже затеяли, да почти закончили уже строительство такого же телескопа. Несколько лет назад был юбилей МГУ, нам на юбилей денег дали. И мы вот на все эти деньги заказали себе новый инструмент. Диаметр его не поражает, воображение. Два с половиной метра, но это будет второй по размеру в России. Первый остается шестиметровый на Кавказе, наш старый. А это будет второй по размеру, но, конечно, гораздо более современный, компактный. Во всех отношениях более удобный, дешевый. И он там же на Кавказе будет стоять. Вот площадка, где мы его строим, недалеко от Минвода, в виду Эльбруса. Место хорошее. Особенно хороших мест у нас нет вообще-то в России. Но излучшено. Это излучшено. Жесткость телескопа была необходима для того, чтобы все его оптические части не смещались друг относительно друга в процессе работы поворотов телескопа. Главное зеркало, компенсаторы всякие, приемники света. Все это должно быть идеально сфокусировано и сохранять это положение по мере поворота телескопа. Поэтому сначала инженеры стремились как можно более крепкое сооружение сделать. Вот пятиметровые, да и наши шести абсолютно такие линкорного типа аппараты. Просто толстое железо, друбы, заклепки. Все создано на совесть и страшно тяжелое. Посмотрите, как сегодня изменился подход к этому делу. Вот пятиметровый американский нагромождение железа. А вот современный телескоп с диаметром зеркала 10 метров, вдвое больше. Посмотрите, какая ажурная конструкция. Ее почти не видно. Она такая, как паутинная, можно сказать. В чем тут дело? Как же удалось это сделать? Ну, во-первых, новые материалы, легкие, но прочные. Но самое главное, перешли к принципу мягкой конструкции. Задача-то в чем? Чтобы оптические элементы не смещались друг относительно друга. Если с умом рассчитать, используя сопромат, компьютеры, телескоп так, чтобы при поворотах он гнулся, но сохранялось относительное положение оптических элементов зеркала, приемника света, то и пусть себе гнется. Ну, не на метр он гнется, конечно, на миллиметр какие-то, но для оптики это важно, для фокусировки. Ну и пусть себе гнется, если гнется таким образом, что не нарушается фокусировка. И оказалось, что это можно рассчитать. И сегодня телескопы выглядят очень эфемерно, вот так, прозрачные конструкции. Зеркало здесь, тут приемник света. Даже подход к монтировке изменился. Вот совершенно новая, принципиально новая монтировка телескопа, созданная студентами Калтеха. Тут вообще нет никаких поворотных частей. Шесть гидроцилиндров. Компьютер управляет их выдвижением. И телескоп поворачивается куда надо. В зависимости от того, как выдвинуты эти шесть ног. Он может крутиться, вертись любой скоростью. Пожалуйста. Очень компактная монтировка. Пока это маленький инструмент, полметра диаметром, но на этом принцип можно реализовать и более крупный. Так что есть принципиальные прорывы в этом смысле. Теперь башня. Вот помещение, в котором живет телескоп. Когда их строили недалеко от столичных городов, на территорию Мерсетта, вот как у нас, то, естественно, хотелось людям еще и предъявить красивое сооружение. Особенно начальство показали. Вот это башня крупнейшего французского рефрактора вблизи Парижа. Когда-то он был вблизи, сегодня он уже в черте города Парижа. Медонская обсерватория. Видите, какая лепнина там, вообще излишества архитектурные, лишние деньги потрачено. Собственно, астрономам-то все это не нужно. Надо, чтобы поменьше лишнего было и оптимальная конструкция. Вот современная башня телескопа. Никаких украшательств, ничего лишнего, лишь бы работало. Зачем башня нужна? Она защищает от ветра. Ветер вполне может раскачать телескоп, и вы уже не сможете наблюдать. Поэтому она защищает. Нет, но все-таки вот в эту щель, которая створки раздвигаются, щель открывается, телескоп может смотреть на небо. Второе назначение башни – это создавать микроклимат внутри. Ведь, скажем, днем на ярком солнце инструмент нагреется. А когда наступит ночь и воздух охладится, начнутся тепловые деформации. Железо будет остывать по-разному, стекло по-разному, будет искривляться все. Поэтому днем закрывают створки, и там под куполом с помощью кондиционеров поддерживают такую температуру, какая ожидается в будущей ночи. Для этого прогноз погоды правильный надо делать. И тогда, ночью открыв башню, вы получаете, вы не получаете перепадов температуры, нет восходящих потоков воздуха, все очень. А зелень тоже не последнее дело. Всегда башни, ну вообще обсерватории строят в горах, как правило, каменистая поверхность, она нагревается солнцем. А потом ночью теплый воздух от нее поднимается. Поэтому всегда засаживают зеленью вокруг башни, она поглощает тепло. солнечное, и ночью не так сильно отдает его. Вот наш шестиметровый на Северном Кавказе. Очень хороший инструмент, и все тут оптимально сделано, хотя страшно, только, конечно, тогда шли на эти расходы. Сам телескоп, башня, все идеальное. Место не идеальное. В России вообще таких абсолютно хороших мест для астрономии нет. Ну, что есть, то есть. Современная башня, я уже говорил, небольшая, компактная, а телескоп под ней стоит под куполом огромного диаметра. Поэтому то, что раньше называли щелью, сегодня превратилось в полкупола практически, приходится открывать, чтобы телескоп туда выглянуть мог своим большим объективом. Кстати, обратите внимание, еще одно изобретение на нашем телескопе было реализовано. Вот это американский пятиметровый Паламарский обсерваторий. Вроде очень обтекаемая башня. Когда дует ветер, почти не создается турбулентных движений воздуха. Она обтекается. Но вот открытые створки, они все-таки представляют преграду для ламинарного потока воздушного. И тут, конечно, возникает турбулентность. И она перед объективом телескопа создает мерцание такое. А у нас где створки? Как это считается? Створок нет. Потому что есть забрало. И оно перекидывается на ту нерабочую часть купола. Ну, как у шлема. Разница рыцарей. И фактически не создает никаких дополнительных препятствий для обтекания воздуха. Тоже очень хорошее решение. И сегодня его во многих обсерваториях реализуют. У нас было впервые сделано. Вот видите, здесь тоже нет створки. Просто часть купола отворачивается. Но иногда делают и створки. Это, как правило, дешевле. А одна из крупнейших в мире обсерваторий, там сразу четыре гигантских телескопа стоит. Это Южная Европейская обсерватория. В Чили я вам покажу. Видите, башня нестандартная, не полукруглый купол, а такой бочкообразный. Ну, по-разному решают проблемы. Часто очень это диктуется деньгами. Очень. Почти всегда. Конструкция башни. Вот сколько есть денег, настолько сложную ее и строят. А снег денег строит попроще. Я уже говорил, современная башня, это, во-первых, защита от ветра, во-вторых, термостат, а в-третьих, что тоже немаловажно, это еще и компенсатор землетрясений. Если вы строите что-то в горах, ожидайте землетрясений. Вот башня телескопы, в Чили, на севере Чили работают. Там постоянные землетрясения в Андах. Значит, у вас тут должна быть очень мощная сейсмоизоляция, чтобы все трясется, а тут было спокойно. Там каждый год 7-7,5 баллов. Кошмар. По телескопу стоят и работают. Качество изображения, от чего оно зависит, и об этом поговорим. Пока мы смотрим при небольшом увеличении на что-то небесное, нам кажется, что все идеально, воздух прозрачный, он нам не мешает наблюдать. Хотя, если вспомнить, мы на дне воздушного океана, над нами 100 километров воздуха, а сжав его до плотности воды, мы получили бы слой толщиной в 10 метров. Представьте, вы нырнули в бассейн на глубину 10 метров и пытаетесь что-то из-под воды рассмотреть там на небе. К счастью, воздух чуть более прозрачный, чем вода. Но вообще, вот смотрите, что сейчас будет. Маленькое увеличение, берем, смотрим на Луне, все хорошо. Берем телескоп с небольшим увеличением, тоже вроде идеальное изображение, все четко. Хотим сделать побольше увеличения, делаем. Наблюдается какое-то размытие уже, и никак не удается сфокусировать. Мы хотим еще больше, ставим краткополосный окуляр. Картинка расширяется, но качество от этого не улучшается. Мелких деталей мы все равно не видим. А если кино снять, то вот вы увидите такое дыхание изображения, связанное с тем, что турбулентный воздух у вас перед объективом никогда не бывает спокойным. То же самое со звездами. При небольшом увеличении звезды точка. При большом, вот вам изображение одной звезды в динамике. Какая-то клякса такая живая, а вовсе даже не точка. Это атмосферно обеспечивает. Поначалу обсерватории строили вблизи городов, вблизи университетов, там, где, собственно, сами ученые живут и работают. Вот наша из их числа. Когда-то она была за пределом Москвы, сегодня уже в черте Москвы. И воздух над Москвой, как правило, облачный, потому что пыли много, конденсируется пар, облака. Ну и для наших телескопов уже никогда не дождешься хороших условий. Все лучшее мы перевезли в горы. А тут, ну, небольшие студенческие стоят на башне, там еще во дворе несколько, но это, конечно, так побаловаться. А где хорошо? В горах. Астрономы давно уже поняли, стремятся в горы. По Европе разбросано много мелких обсерваторий по югу Европы, но они не очень большие. Потому что европейские горы, молодые, остроконечные, вот небольшая обсерватория швейцарская, сфинкс, видите, как она приютилась. Ну, да, романтично, но туда большой инструмент не поставишь. Там какие-нибудь полуметровые максимум могут работать телескопами. Поэтому Альпы это, конечно, не то. Во многих отношениях не то. Хотя в одном отношении это очень удобно, потому что в Альпах много туристов, а с экскурсией можно получать деньги. Вот эта обсерватория живет исключительно на подаяние туристов. Потому что, кажется, что дикое место, на самом деле тут в 300 метрах станция железной дороги горной. Туда туристы подъезжают, но потом пехом идут сюда и вот развлекаются вот всем этим бедом и денежки платят. И большинство европейских обсерваторий живет за счет посещения туристов. Но большой науки они не делают. Лучшее место в Европе это на юге Франции, там на границе с Испанией. Есть такая гора Пик-Тю-Миди. И там с середины 19 века работает обсерватория французская. Изумительное место. Довольно сухие горы, сухой чистый воздух. И когда-то оно было диким, а ночью это выглядит вот так, довольно эффектно. Но обратите внимание, это современный снимок. Там уже в долинах свет, и его все больше и больше. Туристы, горные курорты, лыжные. И обсерваторию уже обложили со всех сторон. И уже заливы городов окружающих видно. Так что условия там, конечно, потихонечку худшают. И сегодня на эту обсерваторию больших надежд никто не разлагает. Когда-то она была уникальной. Вот обратите внимание. Из книги конца 19 века я нашел вот этот рисунок. Кольцо Сатурна. Зарисованное. Фотография не дает такого качества. Глазом наблюдали, зарисовали, как выглядит кольцо Сатурна. Потом этот рисунок исчез из учебников и на очень популярных книг. Потому что в него никто не верил. Никто другой на других обсерваториях не видел тонкой структуры Сатурного кольца. Да что там на других? Это снимок телескопа Хабу. Даже нет такой четкости. Люди на пире Дюмиди глазом открыли тонкую структуру колец Сатурна. Сегодня с аппаратов, которые подлетают к Сатурну... Это никакого диагноза? А небольшой, 24-х сантиметровый рефрактор. Ну, хороший рефрактор. Ну, вообще, в дом верится. Все красились в путь. Именно по этой причине его не воспроизводили. Все говорили, а, ерунда, такого быть не может. И только в 70-е, когда увидели фотографии с Вояджеров, переданных, скажем, правда, колесо-то вон оно какое. Разбито на множество тонких колечек. Вот такая. Но сегодня уже там не такие хорошие условия. У нас совсем плохо. Вот эта башня нашего шестиметровика, я как-то приехал наблюдать, но с трудом нашел ее в тумане. Кавказ, место влажное и ветреное. Ну, от силы 100-120 ночей в году бывает по-настоящему пригодных для наблюдений. Ну, такие у нас горы. А где хорошо? Хорошо там, где влажность низкая и никто не живет. Это почти синоним. Где низкая влажность, там никто не живет. Вот Чили. На севере Чили, в северной части Чили, поближе к экватору, там в Андах очень сухо, ну, их ничего не растет. И там обосновались многие современные обсерватории. Это объединенная обсерватория западноевропейских стран, в смысле, южного полушария. Европейская обсерватория. Вот четыре гигантских телескопа с диаметром зеркал по 8 метров, ну, еще вспомогательные небольшие. Важно, что каждый из них по отдельности может работать, а они могут еще и вместе. Вот четыре небольших и четыре гигантских могут собирать свой свет в единое изображение. Вот тут оно объединяется, в этом помещении подземные каналы световые идут. И получается как бы один многоглазый телескоп. Вот другая площадка тоже в Чили, тоже европейская южная обсерватория в Осилле. Ну, тут телескопчики более старые, помельче, хотя вот тут четырехметровые есть. Как правило, астрономы такими колхозами живут, ну, чтобы инфраструктуру уж если создали, то ей пользовались совместно. Дорогу надо прокладывать туда, электричество, воду, дорого это все. Поэтому объединенные такие получаются обсерватории западноевропейские, как правило, либо и американцы тоже присоединяются к этому и вместе работают. Очень безлюдное место, ну, где нет воды, там нет людей. Поэтому, ну, очень хорошо там. Вот эта вершина. Видите, приходится срезать. Гора-то была, конечно, вот такая, приходится ее срезать и на вершине строить. А дорогу за свой счет, раз таплик, кто не живет, значит, астрономы должны сами прокладывать дорогу. А она должна быть хорошего качества, потому что по ней везут тяжелые вещи. Вот, например, фотоаппарат современного телескопа. Она охлаждается жидким азором, иногда даже жидким водородом. И, естественно, картинки там получаются очень хорошие. Карболидная туманность, шикарно в цвете. Самый дорогостоящий, самый высокогорный современный инструмент, его вот в этом году закончили, ну, почти закончили строить. Эта система за свой показывал субмиллиметрового такого многоантеннного телескопа в пустыне Атакама на высоте 5 километров с небольшим, тоже в Чили. Ну, там 60 с лишним вот таких антенн, и они совместно работают, позволяют получать изображение. Такое же четкое, как в оптике. Но это радиоизображение, ультракороткие волны. И оно не страдает от межзвездной пыли, видит сквозь пыль, сквозь газ. И замечательная конструкция. Ну, естественно, совместная. Все страны, кроме нас, объединились и ее построили. Очень дорого. А как еще? Где еще найти места, благоприятные для наблюдения? Вот, разные хитрости применяют. Например, очень трудно наблюдать Солнце. Потому что днем приходится его наблюдать. Оно нагревает телескоп, нагревает землю вокруг телескопа. Все колышется, изображение плохое. Американцы пошли на хитрость. Они в Калифорнии на высокогорном озере Бигберн построили искусственный полуостров. И телескоп разместили в окружении холодной горной воды на этом озере. Вода не нагревается Солнцем, она остается холодной. Днем расходящих потоков воздуха нет. Белой краской всегда красят башни, чтобы они отражали свет. В результате они не нагреваются, и телескоп работает в оптимальных условиях. Но раз искусственный остров можно сделать, то почему-то не используют естественные острова. Вот это качество изображения, фотография солнечного пятна, полученная этим вот телескопчиком. Качество потрясающее. Естественные острова. В Северном полушарии самое популярное место сегодня у астрономов – это Канарские острова. Там на двух островах, Тенерифе и Ла Пальме, особенно на Ла Пальме в последние годы, размещают телескопы почти всех стран. Мы собираемся туда, пока собираемся, может когда-нибудь попадем. Остров замечательный. Кстати, этот остров послужил прообразом для Жюльмерна, таинственного острова, который он написал. Остров-вулкан. Вот это все старинный вулкан, он уже остыл, тут кальдера провалилась. А вот тут еще работают мелкие такие хамаролы, вулканчики, маленькие, не доставляют клопок. И вот здесь, на гребне этой кальдеры, на высоте двух километров примерно, размещается обсерватория, тоже совместная, кооперативная. Все западноевропейские страны там работают. А в чем прелесть этого места? Вокруг атлантическая вода, довольно холодная, восходящих потоков воздуха почти нет. И облака не поднимаются, как правило, не поднимаются выше вершины. Поэтому даже если облачная погода, и там на пляже не очень может быть уютно внизу, наверху у вас ничто не мешает, видите, небо чистое. Тут и солнечные вот эти вот вертикальные башенные телескопы, ночные большие. И сейчас на этой площадке закончилось сооружение крупнейшего в мире телескопа с диаметром зеркала 10,5 метров. Принадлежит он Испании, почти целиком там немножко есть. Американские дети, в основном испанские. Кстати, и сами Канарские острова тоже территории Испании. Так что Испания сегодня в числе лидеров по астрономии. Ну а самое, пожалуй, престижное место, это остров Гавайи в Тихом океане. Вокруг океан холодный. А Гавайи привлекают тем, что там вулканический конус, он на высоте 4 километров. Это здорово. И вот тут на вершине вулкана Старого Маунаке, там крупнейшие телескопы в мире. Вот два американских, 10-метровых. Тут японский, вот тут японский, тут совместный, англо-французский. Тут тоже американский. Это такое самое желанное место, метко-астрономическое. Но дорого там очень строится, и поэтому далеко не всем это доступно. А еще выше можно, чем горы. Можно, над горами летают телескопы на борту самолетов. Вот эта летающая обсерватория, почти 20 лет работала у американцев. Открывается окошечко, и оттуда смотрит телескоп на Вселенную. Поскольку полет проходит на высоте 13-14 километров, это уже стратосфера. Там воздух разрежен, условия для наблюдения прекрасные. Этот самолет уже свое отработал, его списали. И на смену ему в последние годы готовился вот такой вот боинг огромный. Укороченный такой немножко конструкцией, но специально. Ему там много места не надо. Но на его борту разместили большой телескоп. Сегодня он уже его перекрасили. Он беленький стал. И вот там, видите, сзади, видно было, да, сзади окно открывается. И оттуда смотрит на небо двух с половиной метрового диаметра немецкий телескоп. Это, значит, совместная обсерватория самолет американский, телескоп немецкий. Они вместе эксплуатируют это дело. Коротенький, очень современный инструмент. Ну астрономист, он, конечно, смотрит просто в стратосферу, в дырку. Тут перегородка, и здесь сидят уже специалисты в нормальных условиях. Управляют этим делом. А еще выше, можно еще выше, на высоту до 40 километров поднимаются аэростаты. Когда такой аэростат взлетает, он уже почти в космосе. Там над головой у него почти не остается воздуха. К нему привешивают телескоп автоматический, конечно, без людей. И управляется он снизу. Очень удобно такие летающие обсерватории запускать в Антарктиде. Это и дело. Ну, по многим причинам. В Антарктиде воздух сухой, чистый, прозрачный. Но главное, что там ветер дует, интересно. Он постоянно дует вокруг Южного полюса. Если вы с побережья Антарктического поднимаете такой шар, то дней через 10 его обносят вокруг Южного полюса, и он прилетает почти к месту старта. После этого по команде с Земли обрубается этот тросик. Ну, сам шар гибнет, но он не очень дорогой. А на порошок спускается телескоп. И потом можно его еще неоднократно использовать для таких же полетов. В основном этим американцы занимаются, французы иногда. У нас такого нет. Когда-то был один аэростатный телескоп, его в Саратовской области запускали. Человек, который его создал, на днях умер. Вот на доске вы видели микролог. Может быть, заметили скляру. Ну, телескоп умер раньше, чем его создатели. Ну и, наконец, в космосе. Идеальное место, атмосферы никакой. И, к счастью, людей никаких. Вообще, чем меньше людей рядом с инструментом, тем лучше он работает. Все летающие телескопы, конечно, работают в автомате без присутствия человека на борту. Он там только помеха. Хаббл уже почти 25 лет работает. И те снимки, которые он передает, это, конечно, новая эпоха в астрономии. Пламентарный тур. Мы теперь видим, как будет Солнце стареть. Ну, а за Солнцем тоже наблюдают из космоса. Есть специализированные обсерватории летающие, которые только за Солнцем наблюдают. Старейшая из них СОХА, европейская, ну, американо-европейская. Там телескопы разных диапазонов. Оптический, ультрафиолетовый, рентгеновский. И даже есть специальный, где за слонкой закрывается диск Солнца, и тогда можно окружающие Солнце области легко видеть и фотографировать. Вот мы видим, как маленькая комета улетает в солнечную корону. Раньше мы этого не видели. Солнце ослепляло телескоп. Очень нельзя смотреть прямо на Солнце с нормальным телескопом. Сегодня уже больше, около, да, почти 20 лет работает эта обсерватория СОХА. Такие прекрасные снимки она посылает ежечасно на Землю, которые из Земли невозможно получить, потому что это ультрафиолет и рентген. Они не проходят сквозь атмосферу. Только из космоса можно. Мы сразу видим все, что происходит там. Активного, горячие области, области вспышек солнечных, протуберанции активной. Давно хотелось астрономам контролировать Солнце со всех сторон. Не только видеть то полушарие, что к Земле обращено в данный момент, а еще и другое. Теперь такая возможность есть. Несколько спутников летают по разные стороны от Солнца и в телескопы. Видят всю его поверхность, непрерывно и непрерывно на Землю передают снимки. Есть диапазоны волн и мягкие, не только жесткие рентгены, но и мягкие, инфракрасные, которые тоже сквозь атмосферу не проходят, и только с космических аппаратов, летающими телескопами, можно их контролировать. Спицы крупнейшие, а инфракрасный телескоп американский. Ну и радио. Казалось бы, радиоизлучение проходит сквозь атмосферу, зачем антенны в космос направляют? Ну мы вот позапрошлым году это сделали, радиоастрон полетел и очень довольны этим, потому что резко увеличилась база расстояния между телескопами на Земле и летающим в космосе, и чем больше база, как профессор Старгуев об этом говорил, тем точнее измеряется параллакс, менее крупные детали, то есть четкость изображения повышается, и летающий в космосе телескоп очень сильно помогает наземным, объединяя свой сигнал с ними, сделать радиокартинку более четкой. Еще одно преимущество космических телескопов нет, мерцание воздуха перед объективом, значит можно более точно измерять яркость объектов. А это важно, когда вы хотите обнаружить планету, проходящую на фоне ее звезды, экзопланету. Вот такие небольшие инструменты, французский космический телескоп, Карло, диаметр его всего 30 сантиметров, зеркало, он дешевый, его фактически один университет создал. Но он может с высокой точностью мерить яркость звезды, и замечать моменты, когда планеты перед ней проходят, и открывать их, таким образом даже исследовать. Когда появились космические телескопы, астрономы ощутили их прелесть, какие великолепные картинки удается получать, то сразу почувствовали желание и на Земле такие же хорошие картинки иметь, но атмосфера мешала. Поэтому появилось новое направление, адаптивная оптика. Даже два новых направления, активная оптика и адаптивная. Ну, активная оптика, это просто. Вы не хотите делать главное зеркало телескопа слишком тяжелым и слишком толстым. А хотите сделать его потоньше, но оно будет изгибаться. Когда давайте подопрем его снизу специальными домкратиками, управляемыми компьютером, и когда зеркало изгибается и теряет свою идеальную форму, компьютер будет его подпирать с разными усилиями в разных точках и поддерживать его форму в виде идеального параболоида, чтобы оно фокусировало свет. Это активная оптика. Управление главным зеркалом телескопа. Это сравнительно просто и давно реализовано. А вот адаптивная оптика совершенно невероятная вещь. Свет, идущий из космоса, имеет плоский волновой фронт, то есть направление всех лучей параллельно идет друг к другу. Но, проходя сквозь атмосферу, уже теряет свою идеальную форму и изображение, которое он дает в телескопе. Ну, помните, как звезда выглядела? Размытая, дрожащая. Как мы исправим этот недостаток? Мы направим этот искаженный свет с его неплоским волновым фронтом на мягкое зеркало, управляемое компьютерными пальчиками, маленькими домкратиками, которые постоянно меняют форму этого зеркала. И меняют ее в данный момент так, чтобы, отразившись от этого выгнутого зеркала, свет приобрел вновь плоский волновой фронт, идеальную форму, как она была в космосе, и изображение стало более черным. Но надо это делать сотни, а лучше даже тысячи раз в секунду. Значит, анализ изображения и управление зеркалом должны быть очень быстрыми. Только суперкомпьютер на это способны. Ну, вообще механика сложная. Но это удалось реализовать. Вот вся эта система обратной связи работает. Ну, в детали не будут даваться, как это реализовано. Вот смотрите результат. Мгновенное изображение. В обычном телескопе, без системы адаптивной оптики, это вот клякса разбита на кусочки изображения. Включаем адаптивную оптику, получаем четкое изображение звезды. При длительной экспозиции, это мгновенная экспозиция, при длительной это все замазывается, и звезда, видим, блянба такой видна, а при адаптивной оптике длительная экспозиция не отличается от мгновенной. Маленькое, четкое изображение звездочки, а значит, все элементы будут такими же четкими. Вот два снимка двойной звезды одним и тем же телескопом. Без адаптивной оптики система отключена. Мы видим кляксу, и одна ли там звезда двери, или вообще что там в этой грязи, мы не понимаем. Включили адаптивную оптику, четко видим двойную звезду. То же самое на японском телескопе Субару. Включаем адаптивную оптику, или, скажем, изображение планеты. Вот мы смотрим в обычный телескоп на Уран. Видим диск, понимаем, что это планета, никаких деталей на диске не видим. Включаем систему адаптивной оптики, видим даже какие-то облачные образования, вихревые, видимо, в атмосфере Урана. Видим положение экватора, оси вращения. А это наземный телескоп системы адаптивной оптики. Американский 10-метровый телескоп КЕК. По-моему, это наземное изображение, даже более четкое, чем космический телескоп Хаббл дает. То есть сегодня мы добились того, что наземные телескопы получают изображение, в принципе, не хуже космических. Есть свои недостатки, есть свои сложности технические, но, в принципе, задача решена. А поэтому сегодня вы можете, если посетите крупную обсерваторию, увидеть такую странную картину. Вот это вершина острова Гавайи, два 10-метровых телескопа близнеца стоят, телескопы КЕК. Вы можете увидеть иногда мощный лазерный луч, бьющий из башни в небо. Или вот такая картина. Это Южная Европейская обсерватория, как видите, тоже прямо в центр галактики направлен. Зачем надо лазер использовать? Дело в том, что создать четкую картинку компьютер может только тогда, когда вы ему объясните, а какой должна быть форма клякса. Для этого надо, чтобы он увидел какой-то точечный источник, звезду, например, рядом с планетой, и из ее жуткого размытого изображения сделал, по возможности, идеальное, точечное. Иначе компьютер не понимает, как надо искривить это мягкое зеркало. Не всегда рядом с изучаемым объектом бывает яркая звезда. Но если ее нет на небе, ее можно создать. Луч лазера создает в верхних слоях атмосферы, вот как я сейчас указываю, маленькую яркую точку. И по ней компьютер ориентируется, это называется искусственная звезда, по ней он как бы наводит резкость, изменяет изображение испорченной атмосферы и делает его более четким. Смотрите, как это... Вот, кстати, центр галактики, сейчас мы с вами в центр галактики и посмотрим. Вот, смотрите, как резкость возрастает, когда включают систему. Сейчас она будет выключена. В центре галактики мы вообще ничего не видим, пятно. Включили систему адаптивной оптики, и она навела нам резкость настолько высокую, что мы стали различать тут отдельные звезды. Уже полтора десятка лет, каждые несколько дней, фотографируют центр нашей галактики с помощью этой системы, и мы уже можем проследить за движением отдельных звезд. Бегут года, и меняется положение звезд. И уже некоторые звезды описали целые замкнутые эллипсы вокруг центра галактики, а что их заставляет двигаться вокруг центра галактики, мы не видим. Там ничего нет. Звездочкой отмечено просто то место, вокруг которого они бегают, а оптического, яркого, светящегося объекта мы там не видим. Поэтому родилось предположение, что там массивная черная дыра с массой 4 миллиона раз больше, чем у Солнца. Вот именно это и позволило ее тут нащупать. Именно движение звезд вокруг пустого места. А проследили мы его только благодаря системе адаптивной оптики. Ну, еще проблема у астрономов. Например, очень яркие звезды настолько много света в телескоп бросают, что заливают им площадь вокруг себя. И мы до сих пор не знаем, что скрывается вблизи ярких звезд. Вот такие, как Сириус, Вега, Канопс, самые яркие звезды, они слишком ярки. И мы тут понятия не имеем, что там. А это большой размер, например, диск Луны. На небе есть несколько таких проплешин, про которые мы еще ничего не знаем. Яркие звезды ослепляют телескоп. Надо как-то эту задачу решить. Решить со временем. Собственно, ее почти научились уже решать. Вот когда наблюдаем мы свет яркой звезды, рядом с которой надеемся найти планеты, мы математическими методами уменьшаем яркой звезды и тогда обнаруживаем рядом с ней то, что называется экзопланет. Планета этой звезды. А очень хорошее изобретение это оптические интерферометры, то есть телескопы, складывающие свой свет кагерентно. Вот лучшим образом это реализовано, пока на Европейской Южной обсерватории 4,8 метровых зеркала и 3,2 метровых по специальным световодам направляют свой свет вот сюда, в лабораторию. И эффективно получается, как будто бы это один большой телескоп вот такого диаметра работает. Конечно, он не полностью заполнен отражающей поверхностью, только кусочками, но качество изображения получается таким, как если бы это был телескоп диаметром 100 с лишним метров. Вот так это сегодня выглядит. Представляете, вот такая фантастическая картина посреди горной пустыни в далеком Чили. Совершенно по киношному как-то смотрится, но это не анимация, люди все соорудили вот там, в горах. А там внизу у них лаборатория, или что-то еще. Новые гигантские телескопы, как их создают? Главный элемент зеркала. Если мы сделали зеркало, мы сделали телескоп. Как сделать большое зеркало? Сегодня три технологии применяются. Во-первых, сотовое, то есть монолитное зеркало, но сотовой конструкции, вафельной такой конструкции, когда излишки стекла, или там стеклокерамики убрано, делают такие. И вторая технология, оно жесткое, оно само себя, так сказать, поддерживает свою форму, просто потому что жесткое. Вторая технология, давайте сделаем монолитное зеркало, тонкое, совсем тонкое. Конечно, оно не удержит себя от гнути, а мы будем его снизу поддерживать, механическими пальчиками подпирать. И, наконец, третья технология, самые большие зеркала, диаметром 10 метров, а сейчас собираются и больше делать, их вообще бессмысленно делать монолитными, целями. Даже если вы на фабрике его сделаете, как вы его потом на гору затащите? Нет такого транспорта, нет таких дорог, по которым оно прошло. Поэтому их делают из кусочков, небольших кусочков, из сегментов, и потом собирают, складывая эти кусочки вместе. Много-много небольших кусочков складывают в одно большое зеркало. Третья технология. Вот монолитные зеркала. Оно большое. Раньше делали так. Плавили это стекло, или стеклокерамиду, заливали в форму. Оно несколько месяцев остывало. Получался диск с ровной поверхностью. А потом начинали его вдачивать, чтобы сделать из него параболоид. Теперь уже так не поступают. Сразу делают параболоид. Жидкое стекло. Заливают форму. А форма вращается. И она вращается несколько месяцев. За счет центробежной силы потихоньку остывает. Эта жидкость приобретает форму параболоид. Вот когда ложечкой мешаешь чаем, то там тоже мениск верхний. У жидкого чая он параболический. Остывает и все. Готов параболоид. Его там подполируют немножко. Потом вакуумный. Ну вот так он выглядит. Тонкая. Очень тонкая. Сантиметров 15-20 толщиной. Диаметром 6-8 метров. Огромное зеркало. Приходится поддерживать его дамкратиками. Такими аттенюаторами они называются. Но ими управляет компьютер. И все время форма зеркала поддерживается идеально. Потом в вакуумной камере распыляют пары алюминия. Пары покрывают стеклянную поверхность. Получается алюминированное зеркало. И вот теперь его надо отвезти на обсерваторию. Для этого приходится строить дорогую дорогу. Ровную. С небольшими углонами. И везти, везти, везти. Плыть. На вертолетах невозможно. Слишком тяжело. Приходится наземным и морским транспортом. Не всегда получается. Например, вот как раз. Вот видите, это четыре больших телескопа. А вот тут рядом с ними недавно соорудили еще один среднего размера. Для него зеркало было изготовлено в Подмосковье. На нашем Калининском заводе. Повезли его в такой же коробке. Везли, везли, привезли. Открыли. А там бой стекла. Просто мелкая крошка стеклянная. Вместо зеркала. И где его уронили. Или что с ним. Так никто и не понял. То есть, это не всегда получается. Но, как правило, довозят в общем, в живом виде. Вот, посмотрите, интересно. В Соединенных Штатах на территории заповедника одного в Аризоне астрономы выпросили себе возможность построить телескоп на горе. Хорошее место. Но им разрешили это при условии, если они не тронут ни одного деревца. И вот они везли это зеркало по горной дороге, наклоняя его постоянно, то так, то эдак, чтобы оно проходило по поворотам. Значит, 8-метровое зеркало огромное. Довезли. Построили телескоп. Вот такой интересный двухглазый, двухзеркальный. Тут 8-метровое зеркало, тут 8-метровое, а свет объединяется и получается одно изображение. Такой бинокулярный телескоп. Вот так он выглядит на вершине горы в Маунт Грейфе в Аризоне. Прекрасная машина, очень хорошо работает сейчас. Начинает давать результаты. 10-метрового диаметра уже монолитные зеркала не подходят, поэтому собирают их из кусочков. Шестигранники такие, двухметрового размера, и их кладут, 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 и из них выстраивают шестигранное 10-метровое зеркало. Это человек, можете представить себе масштаб. Это такие два 10-метровых телескопа американских. Построены на деньги миллионера Кека, поэтому называются Кек-1 и Кек-2. Они рядом стоят. Могут работать по отдельности, а могут совместно. Их свет объединяется вот тут в лаборатории, и они дают более яркое, а главное, более четкое изображение, когда вместе смотрят на один объект. Ну и самый крупный такого же типа телескоп, я уже говорил, на острове Ла Пальма, 10,5 метров, чуть больше, чем те два. Но все-таки 10,5 это сегодня предел для одиночного телескопа. В основном это испанский инструмент, с небольшими вложениями других стран. Но он еще как-то не проявил себя. Телескоп долго рождается. Он 3-4 года требует настройки, доводки до ума. Но потом работает, мы видим, столетия, даже больше. Есть проекты сооружения еще более крупных инструментов. Был такой проект 100-метрового телескопа, вряд ли его реализуют в ближайшее время. Но вот три проекта, которые находятся в стадии реализации, это довольно крупные. 40 метров диаметром, 30 и 30. Американский и европейский. Ну нас, конечно, интересует вот этот. В ближайшие годы он будет самым крупным на Земле. Диаметр зеркала почти, ну тут написано 42, сейчас его до 39 метров уменьшен, но все равно гигантский 40-метровый телескоп. Из 800 отдельных кусочков будет зеркало состоять. Фантастический инструмент. Он позволит планету у других звезд просто видеть и изучать. Мы очень хотим вступить в кооператив тех стран, которые создают этот инструмент. А где он был? Он в Чиле, на той же самой площадке почти, где 8 метровые стоят. Уже началось строительство на этом месте. Для того, чтобы вступить в эту компанию, нужно один раз заплатить 100 миллионов долларов и потом в год по 10 миллионов платить. Мы просим, 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 но думаю, не допросим все у правительства этих. В общем-то, не слишком больших денег. Стоимость одного вертолета военного. На один вертолет меньше, и у нас был бы доступ к самому лучшему инструменту в мире. Он будет готов, наверное, где-нибудь к 20-му году он начнет работать уже. Вот это его башня. На мой взгляд, странная. Устаревшая по своей конструкции с огромными лепестками. Американцы решили делать не такой большой вариант башни 40-метрового. Американцы сейчас строят 30-метровый телескоп, чтобы не перепрыгивать так уж сильно. 30-метровый. Но у них башня замечательной конструкции, ничего там не торчит. Очень интересно она будет открываться. Внутрь будет крышка прятаться. А дыра в башню как раз соответствует диаметру зеркала телескопа. Ну, посмотрим. Через несколько лет все это начнет работать. Это тоже есть, да? Да. Ну, хорошо, нам некуда идти. Телескопы обзорные. Я бы сказал так, телескопы-разведчики. Мы бы хотели, чтобы были инструменты, позволяющие нам быстро окинуть взглядом всю небесную сферу. Это большая проблема. Вот те, о которых я говорил, крупные, они, к сожалению, имеют очень маленькое поле зрения. Типичный крупный телескоп, паломарский, американский. Вот площадочка на диске Луны, которую он может видеть. Чтобы с его помощью перефотографировать весь небосвод, нужно полтора миллиона снимков сделать. Ну, это не мысль. Нужны широкоугольные, как у нас объективы, фотообъективы бывают, так же телескопы. Есть такие инструменты. Вот, например, один из старых широкоугольных. Он вот такой кусок неба сразу на одном снимке получает. Сравните с этой площадкой. Но до сих пор они были небольшого размера. Вот это, пожалуй, лучший в мире, паломарской обсерватории, такой телескоп. По сути, фотокамера широкоугольная. Но небольшого диаметра, значит, не очень далеко видят, не очень слабо светящиеся объекты. Это не удовлетворяло многих. Например, те, кто астероиды ищет, приближающиеся к Земле. Надо как можно дальше их от Земли заметить, чтобы предупредить. Поэтому сегодня строят другие. Ну, я хочу несколько моментов вам показать, как вообще работает астроном. Еще недавно работал астроном. Это телескоп. Небольшой обзорный телескоп. Человек идет ночные наблюдения проводить. Это известный человек, Клайд Томба, который открыл Плутон. Ну, собственно, я же так вот ходил, когда наблюдениями занимался. Под подмышкой у него фотокассета, в ней стеклянная фотопластинка. Большая пластинка, 30 на 30 сантиметров. Он ее укрепляет в фокусе. Здесь объектив линзовый. Укрепляет в фокусе телескопа. И всю ночь идет сфотографирование. Утром он ее снимает, проявляет, закрепляет, высушивает. Вот такая вот пластинка получается. У нас их десятки тысяч в хранилище. Это самый драгоценный результат нашей работы более чем столетней. Хранилище астронегативов. На них история неба записана. Тут вот негатив. Черные точки – это изображение звезд. После этого пластинку надо исследовать. Ее ставят на специальные микроскопы. Как правило, две. Вот одна пластинка, вот другая. Они подсвечиваются с той стороны. А отсюда вы смотрите в специальный микроскоп на них, который может бросить ваш взгляд либо на эту пластинку, либо на ту. Та снята в предыдущую ночь, эта в последующую. И вы смотрите на один и тот же участок неба, быстро-быстро с помощью этой ручки перекидывая тут зеркало. Зеркало поворачивается. Взгляд с одной пластинки на другую. Если ничего не изменилось за прошедшие сутки, вы будете видеть одни и те же звезды. Никакого мигания. То там, то там будут одни и те же изображения. Но если что-то новое появилось, оно начнет то появляться, то исчезать, когда вы переводите взгляд с одной пластинки на другую. Вот так в 30-м году Плайтон бы открыл Плутон. Вот одно изображение, а через сутки оно сместилось вот сюда. Было здесь, сместилось сюда. И он это заметил, оно мелькало. Так открывают астероиды. Открывали еще недавно. Но это утомительное дело. Руками, глазами все это смотрели. Сегодня уже, конечно, не так работает. ПЗС-матрицы принимают свет, тут же строят изображение, передают, оцифровывают в компьютер. И компьютер быстренько, в течение нескольких минут, его анализирует. ПЗС-матрицы у астрономов большие, не такие, как у нас фотоаппараты, огромные. И по прошествии часа компьютер замечает, что некоторые изображения сместились относительно неподвижных звезд. Значит, это близлежащие к нам, рядом от Земли пролетающие какие-то объекты. Ну, как правило, астероиды. Посмотрите, как изменилась статистика открытия астероидов. До появления цифровой фотокамеры, это значит, глазом все делалось, с появлением цифровой фототехники, резко пошло вверх. Ну, собственно, сегодня, вот у меня не хватило места, чтобы дорисовать, это уже вот тут график, и мы открыли примерно миллион астероидов в Солнечной системе, даже чуть-чуть больше миллиона. Вот такая помощь от цифровой техники и компьютера. То же самое со спутниками планет. Смотрите, как спутники открывались. Потом мы знали одну Луну, потом Галилея открыла 4 спутника Юпитера, пошло, пошло, пошло. И сегодня цифровая техника позволила открыть уже более 160 спутников у планет. Это здорово. То же самое со сверхновым и звездами. Начиная с конца 90-х годов, в астрономии количество новооткрытых объектов просто стремительно возрастает. Ну, сверхновые открывают. ПЗС-матрица – это самая сегодня дорогая часть любого телескопа. Скажем, это большая, собранная из отдельных кусков, ПЗС-матрица космического телескопа Кеплер. Очень дорогая, кривая, как видите, потому что четкое изображение телескоп на кривой поверхности создает. Но она позволяла до сих пор Кеплеру, он 4 года почти работал, обозревать кусок неба с двумя сотнями тысячи звезд одновременно и находить там экзопланеты. Сегодня Кеплер немножко испортился, но его вроде бы сейчас починят дистанционно, он будет продолжать свою работу. Так вот, обзорный телескоп. На подходе совершенно нового типа обзорные телескопы. Гигантские, то есть огромное зеркало, дальнобойные, способные заметить слабосветящиеся объекты, но при этом обладающие широким полем зрения. Сейчас американцы делают вот этот Large Synoptic Survey Telescope. Ну, я думаю, он в 2020 году будет готов. Его камера способна большой кусок на небе видеть. И за 3-4 ночи до 24,5 мильчин, это очень слабосветящиеся объекты, получать изображение всего небосвода. Это фантастика. То есть теперь мы не пропустим ни одного мелкого астероида, приближающегося к Земле, ну и вообще-то наоткрываем массу всего интересного. Вот так будет реальный физический размер по ЗС-матрице у этого телескопа. На нем изображение Луны будет малую дозу закрывать. То есть он сразу большой кусок неба будет видеть. Еще один прорыв в телескопостроении был связан, ну не был, он продолжает быть связан с этим уникальным инструментом, построенным на деньги фонда американского миллионера Слуана. Поэтому его называют Слуановский телескоп или Слуановский обзор неба, который ведется этим инструментом. Вроде бы на чемодан похож, что-то такой нетипичной кубической формы. На самом деле нормальный 2,5-метровый диаметр рефлектор. В чем его особенность? Он работает так. Сначала делает фотографию большого скамера. Днем астрономы, компьютер автоматически, выявляют на этой фотографии все интересные объекты. Редкие звезды, галактики. А на алюминиевой пластинке, такого же размера, как была фотография получена, насверливаются дырочки в тех местах, где обнаружены интересные объекты. Дырочки руками человека, к сожалению. Вставляются световоды. Шесть сотен световодов. Потом весь этот пучок световодов отправляется в спектрон. И на следующую ночь на место фото, ну, ПЗС-матрицы, ставится эта алюминиевая пластинка. И изображение каждого интересного объекта попадает в свою дырочку, в свой световод и уходит в спектрон. И таким образом за одну экспозицию получается 600 с лишним спектров. То, что раньше делалось на телескопе. Одна фотография, один спектр. Сейчас за одну экспозицию этот инструмент получает 600 с лишним спектров. То есть в 600 раз эффективность работы возросла. И он за 10 лет работы такого бы наоткрывал, что вообще. Очень хорошо продуманный эксперимент. Что делать тем странам, у которых нет больших денег, нет миллионеров, которые могут купить большое телескопе. Таким, как мы, китайцы. Вот как мы не знаем, а китайцы уже кое-что научились. Вот новый китайский инструмент. Очень красивый, придуманный. Тут два телескопа. Вот этот старенький, не обращайте на него внимания. А второй, это вот эта башня. И вот это вот нечто. Вот это все один инструмент. Это зеркально-линзовая, ну, то, что мы называем, катодиоптрическая камера, максутовская. Но она полностью в зеркальном варианте сделана. Шмидт-зеркальный. Шмидт, а, Шмидт, простите, да, Шмидт-зеркальный. Тут неподвижное зеркало объектива, вогнутое зеркало, но оно неподвижное. А тут подвижное зеркало, тоже набранное из кусочков, которое отбрасывает цвет небесных объектов сюда, а это уже строит в фокусе их изображения. Вот так выглядит по кусочкам набранное главное зеркало телескопа. Китайцы запрещают вообще-то его фотографировать, но мои коллеги там умудрились как-то это сделать. Каждая пластинка управляется своими пальчиками электронными с помощью компьютера, выстраивается ровненько и получается изображение. Так что вот этот, он сравнительно дешевый и очень эффективен. И китайцы сейчас с его помощью получают спектры большого числа объектов. Ну и, наконец, самые дешевые телескопы, уже доступные почти всем. Можно как-то ограничить функциональность телескопа. Например, таким путем пошли в некоторых университетах, американских и южноафриканских. Вот первый такой телескоп Коби Эверли. У него большое зеркало, 9 на 11 метров размером, но оно неподвижное. Оно не может никак менять свою ориентацию. Телескоп может вращаться по азимуту, но не может по высоте. Казалось бы, кому нужен такой инструмент? Но можно приемник света немножко перемещать здесь по салатскому фокусу телескопа и таким образом смотреть на разные области неба. А вращение по азимуту еще добавляет в подвижности телескопа. Вот резко ограничив его двигательные возможности, в десятки раз снизили его стоимость. И уже несколько таких, ну два, по крайней мере, действуют инструменты в Южной Африке и в Штатах построили. Очень неплохо это смотрится. Вот так он в башне выглядит. Нас приглашали южноафриканцы в компанию. Нужно было 10 миллионов долларов внести, чтобы на боях владеть этим телескопом. Не нашлось и 10 миллионов. Хотя начальство наше неоднократно ездило туда, в Южную Африку, посмотреть, как это будет, что это. Но денег не дали. Только на командировку. Наконец, самый дешевый вариант. Жидкое зеркало. В тарелку наливается ртуть, тарелка вращается, ртуть приобретает форму параболоид и становится параболическим зеркалом. Смотрит только в зенит. Но над зенитом-то проходят разные области неба, поэтому можно время от времени наблюдать разные участки. Такие телескопы с диаметрами зеркал до 6 метров работают в некоторых университетах. Наконец, можно один большой из нескольких маленьких собрать. Люди купили стандартные фотообъективы, с которыми за воротами футболистов сидят эти фоторепортеры спортивные. Вот такие большие объективы. Или там начальство, кто с губами фотографирует тоже такими объективами. Они недорогие, серийные. И из них сделали наборный телескоп. Они смотрят каждый на свой участок неба, в результате большой области. Осматривают, очень эффективно работают машины. Сегодня любители астрономии обладают вполне профессиональным. Вот любительский телескоп. А теперь посмотрите на снимки, которые они получают. Это лучший любительский снимок Сатурна конца 20 века. Это лучший профессиональный снимок Сатурна конца 20 века. А это современный любительский снимок. Или вот туман сандромия. Любитель астрономии снимок. Сегодня любителям доступно многое из того, что раньше только профессионалы могли себе позволить. Так что любители сегодня полноправные участники научной работы. Открывают кометы, астероиды, переменные звезды. Вы это все сами знаете. Солнце. Любительский снимок солнечного запомнения. Вот такую корону увидеть раньше не снилось профессионалом. Сегодня, пожалуйста, любители это делают. Книжки. Последний мой слайд. Из последнего, что по телескопам. Вот мы с коллегами написали книгу «Небо и телескоп». Сейчас выйдет в августе второе издание. Мы усиленно переработали. Так что вот спасибо за внимание.